Battlefield Bad Company 2, StarCraft 2, Assassin's Creed 2, Heavy Rain, Alan Wake, а также кто оторвал хвост чужому и сколько всего зомби живет на земле. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Поздравляю поклонников StarCraft! Бета-тест второй части идет полным ходом. И, кстати, доступ к нему спекулянты уже продают на аукционе eBay за 900 долларов. А, между прочим, в этом месяце исполняется ровно 12 лет с момента появления первой части. С днем рождения, дорогие тираны, протасы, серги и, как говорится, Энтара Адун! Меня зовут Макс Васильев, вы смотрите виртуалите, и мы начинаем! Пока приставочники наслаждаются новым дополнением для Assassin's Creed 2, обладатели компьютеров без интернета плачут. Разработчики PC-шной версии экшена заявили, что в целях защиты от пиратства они сделают так, что играть можно будет только с постоянно подключенным интернетом. И да, если у вас вдруг произойдет разрыв связи, прощайте, пройденные уровни! Игрока безжалостно выкидывает в главное меню безо всякого сохранения. Это просто возмутительно, особенно для России, где половина компьютерщиков не имеет стабильного доступа в сеть. А вот что сказали по этому поводу российские издатели игры из компании Акела. Фирма Ubisoft ввела новый тип защиты, так называемый Orbit, который позволяет пользователю сохранять игровые файлы на сервере Ubisoft. И, конечно, субъективно говоря, если бы мы выпускали этот продукт сами, и если бы мы сами выбирали тип защиты, то, конечно, мы бы учли пожелания людей, у которых до сих пор нет ни модема, ни интернета. Ладно, друзья, не будем о грустном. Тем более, что сейчас речь пойдет о вышедших играх, и тут поводов радоваться гораздо больше, особенно если вы любитель оторванных голов, зубастых челюстей и научной фантастики. Чужие хищники дружной толпой устремились к обладателям консолей и персоналок. Вышла игра «Чужие против хищника». Поклонники одноименных фильмов радуются возможности побывать в шкуре инопланетных истребителей человечества, а особо упертые геймеры попробуют пройти кампанию за несчастных пехотинцев. Бедняги, мясо. Хотя людишки не так слабы, как кажется. Например, если вы играете за хищника, они уложат вас парой выстрелов из дробовика. А если вы выбрали для себя роль чужого, то и одного залпа будет достаточно. Однако для игроков, взявших под свои командования землян, все закончится еще печальнее. Примерно вот так. Одна радость мультиплеер. Там можно валить инопланетян всей толпой. А ту их, как говорится, а ту. Представляете, в зарубежное коллекционное издание «Чужих против хищника» прокрался лицехват с отломанным хвостом. Но компания-изготовитель заверила всех расстроенных геймеров, что без проблем поменяет безхвостых лицехватов на хвостатых. Или, по крайней мере, приклеит им отломанную конечность. Интересно, а если бы в коллекционное издание входила фигурка пехотинца? Что бы у нее отвалилась? Нога? Ура, товарищи! Battlefield Bad Company 2, шутер про плохую кампанию отвязанных американских военных, вышел. Причем у нас он появился на целый день раньше, чем в Европе. Но немного, конечно, расстроил тот факт, что русские в сюжетных миссиях выступают главными противниками. Но зато уж в многопользовательском режиме нигде от нас хитро америкосы не спасутся. Суровые парни в краповых беретах слаженно захватывают ключевые точки, погоняя друг друга мытьюгами, рассыпаются по местности и умело штурмуют вражеские командные пункты на танк. И пусть иноземцам кольчугой звенит русская речь, пусть узнают они мощь славянского оружия и поделятся доблести нашей. А то, понимаешь, все у них русские плохие. Не настолько, кстати, мы и плохие, чтобы со ста метров из калаша в бошку не попали. Ну а если вас не привлекают современные сражения, добро пожаловать в войны будущего! Я сейчас имею в виду не только те проекты, которые появятся в ближайшее время, но а также те игры, где прекрасное далеко выглядит не таким уж прекрасным и, к сожалению, не особенно далеким. 16 марта выйдет стрелялка «Метро-2033». Игра для тех, кто устал от толчи в переполненные подземки и хочет буквально перебить всех вокруг. Это очередное видение ядерного пустапокалипсиса от украинских разработчиков по одноименной книге Дмитрия Глуховского. Наконец-то можно пройтись по заброшенным павильонам станции ВДНХ Али Рижская, узнать, что же скрывается в тоннелях Метрополитена и даже взобраться на Останкинскую башню. Причем в игре обещают поддержку 3D-режима, прям как в фильме «Аватар», но только попроще и без синекожих кошка людей. А еще проект выйдет на приставке Xbox 360. Расстраивает только одно. Монстры какие-то не страшные, что ли? Эти отчейные бабки с тележками, да и бомжи из настоящего Метрополитена, вот они гораздо опаснее. Метро — это, конечно, тема интересная, но сейчас популярны зомби. Как в кино, так и в играх. Примерно так же популярны, как, скажем, «Гитар Хироу». И разработчики, не будь дураками, решили совместить два успешных жанра в игре «Rock of the Dead», где вам нужно будет убивать оживших мертвецов, играя мелодию на пластиковой гитаре. Ну, не знаю, может, кому-то и прикольно будет мочить зомби под металлику или рамштайн, но я, например, предпочитаю использовать гитару как ударный инструмент в игре Left 4 Dead 2. В конце марта появится дополнительный эпизод для зомби-стрелялки Left 4 Dead 2 под названием «Переход». В чём же переход? О, это будет такой переход! Это будет связующее звено между двумя частями. Герои из второй игры попадут в штат Джорджия. Не надо путать с Грузией. Где там с ними сразится особый тип зомбиков — падшие выжившие. А помогать уничтожать ходячие трупы будут персонажи из первой части. Вы недоумеваете, как герои из первого Left 4 Dead попали во второй? Тогда специально для вас дополнение для первой части «Стрелялки», в котором популярно всё расскажут и покажут. В общем, все фанаты будут довольны. Ну, кроме тех, кто переживает за бедненьких и счастных мертвяков. Конечно, странное решение — выпускать два дополнения для первой и второй части сразу. Но ещё более странным выглядит тот факт, что геймеры всего мира убили в Left 4 Dead 2 уже 29 миллиардов зомби. А это, между прочим, в четыре раза больше, чем население земного шара. Вопрос. Откуда столько? Ну да ладно. Продолжаем бояться на очереди обладателей приставок. Ваш персональный ужас появится в конце весны. Разработчики ужастика Алан Вейк назвали дату выхода своей игры — 21 мая. Вместе с тем они заявили, что судьба их студий будет напрямую зависеть от успеха этого проекта. В общем, мы планируем сделать нечто грандиозное, например, остросюжетный сериал, или выпустим продолжение. Это зависит от того, захотят ли геймеры узнать, что же случилось с Алланом после событий игры. Ага. Ну, видимо, специально для этого игра будет разбита на эпизоды. Причём разработчики намекают, что в финал игры оставит много вопросов, ответы на которые появятся в скачиваемых дополнениях. Хитрецы. Нет, ну, в принципе, я готов простить им пять лет разработки, и даже то, что конец истории Аллана придётся скачивать отдельно. Но как им хватило наглости заявить о том, что они больше не работают над компьютерной версией? Ребят, это перебор! Ну, а если приход мистера Уэйка на PC напоминает нам картину Малевича «Чёрный квадрат», то следующая игра совершенно точно появится на персоналках. Более того, работа по её локализации уже практически окончена. Ждёте возвращение киллера Кейна и психопата Линча? Спешим вас обрадовать, их пришествие гораздо ближе, чем вы думаете. Локализация проекта идёт полным ходом, и, что особенно приятно, некоторых героев озвучивают те же самые актёры, которых мы слышали в первой части. Дело в том, что Линч мне уже знаком, я его уже хорошо знаю, поскольку мне довелось озвучить первую часть. Старый друг Кейн завтра прилетает. Ну, неожиданно. По ходу дела у него есть подружка. Это китаянка Сюк. И вот возникает эпизод, в котором эта китаянка попадает в руки каких-то бандитов. Можно себе представить, что творится в душе настоящего психопата, который болезненно привязан к своей девушке, которого эту девушку сейчас могут отнять. Ну, конечно, самых жёстких матьюгов мы не услышим. Но ведь не в них силы проекта. Или в них? Далее в виртуалити. Что делать, если убийца напал на вас в душе? И кого Пушкин мог бы назвать Айда Сукин сын? С вами снова в виртуалити. В этой части программы мы каждый раз будем посещать студии разработчиков популярных проектов и выуживать из них все самые последние подробности о грядущем хите. Ну, а начнём мы с визита в одно очень интересное, но при этом очень опасное место. Мрачный город, мокрые улицы, проливной дождь, коварный убийца и бумажные фигурки оригами в крови. Отличные оценки зарубежных критиков, восхищённые отзывы голливудских актёров, незабываемый виртуальный стриптиз, пять лет разработки и настоящая презентация в Париже. Всё это Heavy Rain, интерактивный триллер нового поколения. Но начнём мы всё-таки с Парижа. Города влюблённых парочек, столицы моды и изысканных вин. Мести, где даже из зелёной лягушки могут приготовить деликатес. Именно здесь располагается студия Quantic Dream, разработчики игры Фаренгей, которые имеют мало общего со знаменитым немецким физиком. Зато они запомнились нам отличной историей, которая начинается с того, что главный герой чнулся в туалете с окровавленным ножом в руке, а рядом лежит трупик мужчины. Дальше больше. Достаточно сказать, что сцена интерактивного секса вызвала у геймеров бурю восторга, а «Заметённый снегом Нью-Йорк» стала одной из лучших декораций в видеоиграх. Но эта удивительная история завершилась. Снег растаял и хлынул дождь. Проливной дождь. Heavy Rain. Heavy Rain для меня — это не просто игра, это часть моей жизни. Я написал сюжет, основываясь на личных переживаниях и наблюдая за другими людьми. Герои Heavy Rain — это обычные люди. Выйдешь на улицу и обязательно встретишь кого-нибудь из них. Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. Действительно, герои игры кажутся практически живыми. И дело не только в новых технологиях создания анимации, просто всех виртуальных персонажей сыграли настоящие актёры. Мне было легко играть свою роль. На кастинге мне казалось, я не подойду, я, знаете ли, полноват. Но оказалось, парням нужен именно такой типаж. Простой, измученный болезнью и невзгодами персонаж, стремящийся докопаться до правды. Я-то сам большой поклонник системы Станиславского. Ну, знаете, когда полностью входишь в образ. Мне очень нравится моя героиня. Она такая живая. Кто-то говорит, что в жизни я краше её, но я считаю, что она восхитительна. Хотя играть было очень непросто. Много боевых сцен, я падала, потом, знаете, синяки на мягком месте. Хорошо, что для игры не надо накладывать грим, а то в некоторых сценах я бы выглядела просто ужасно. Мы снимали в общей сложности 172 дня. Актёры играли все утыканные датчиками, но никто не жаловался. Все актёры молодцы. Для меня было важно создать такую историю, которой бы поверили и геймеры, и обычные люди. Например, родителю, у которых есть маленькие дети. А вдохновляли меня такие фильмы, как «Семь», «Молчание и гнят» и «Бойцовский клуб». Представляете, как выглядел бы «Бойцовский клуб», если бы это был интерактивный триллер? Как и в любом триллере, в «Хэви Рейн» главная атмосфера, сюжет и герои. Основное действие происходит в США, в городе, похожем на Филадельфию. Сюжет завязан вокруг массовых убийств несчастных детей. Возле каждого тела находят промокшую фигурку оригами. А главные герои — четыре абсолютно разных человека, так или иначе связанные с серийными убийствами этих несчастных детей. Вот это Итан Марс, архитектор, некогда счастливый семьянин, которого просто растоптало череду невзгод. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит «испарился»? И вот в какой-то момент Итан узнает, что его сына похитил таинственный оригами-киллер, убийца, который оставляет на месте преступления бумажную поделку. А вот эту девушку зовут Мэдисон Пейдж. Она журналистка, которая делает репортаж о таинственном убийце. Моя героиня — отчаянная дамочка. Она сует свой нос в самые опасные дела и нередко по этому носу получает. Иногда, чтобы добыть важную информацию, ей приходится заниматься довольно рискованными вещами. А ночью мучают кошмары о ее прежней жизни. Вот такая она невротичка. Еще один охотник за оригами-киллером — Норман Джейден, агент ФБР, который использует новейшие технологии. Специальные очки, позволяющие ему анализировать запахи и частицы вещества прямо на месте преступления. Ну и четвертый герой истории Хэви Рейн — это частный детектив Скотт Шелби, самый, пожалуй, нетипичный персонаж видеоигры. Че тебе надо, урод? Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, козел! Шелби наняли родителей убитых, ребят. Он не какой-то крутой парень, он полноватый, страдающий одышкой, азмой, полицейский на пенсии. Прям вылитые. Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Автора называют Хэви Рейн интерактивной драмой, и в этом легко убедиться, наблюдая, как люди в нее играют. Проект не только задействует датчики движения джойстика в консоли PlayStation 3, но также предлагает вам пережить любую, даже самую обыденную ситуацию, выбирая, как бы вы поступили в данный момент. Париж где совсем недавно прошла презентация игры. Как и подобает премьере фильма, пускай и интерактивного, мероприятие было основателем. Присутствовали авторы игры, актеры, исполняющие главные роли, музыканты, певцы и даже известный по фильму «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе режиссер Терри Гиллиам, которого игра просто поразила. Игра меня очень сильно впечатлила, поскольку у меня самого есть дети, и я прекрасно понимаю мотивы главного героя. Но когда ты лично управляешь этим человечком, спасающим своего ребёнка, переживание усиливается в разы. Джейсон! Нет! Кап! Хэйвер Эйн действительно уникальный проект, мы вложили в него частичку себя. Да, мы в ближайшее время выпустим несколько дополнений для этой игры, это будут небольшие предыстории главных героев, но основная сюжетная линия завершится с прохождением игры. Кстати, это последний наш проект в жанре триллера, но не расстраивайтесь, мы продолжаем делать яркие и необычные игры, правда, несколько другого формата. Конечно, немного грустно от того, что мы не увидим больше ярких триллеров в стиле Фаренгейт или Хэви Рейн, но сейчас не время для сожаления. На свободе находится опасный убийца, и остановить его — долг каждого геймера. Пока проливной дождь за окном не превратился в настоящий ливень, из слез несчастных, оплакивающих, невосполнимой утраты. Вот такие товарищи сделали для нас интерактивный триллер «Хэви Рейн». Ну а в следующий раз мы отправимся в офис компании Blizzard узнать, когда же он выйдет, долгожданный Старкрафт 2. Далее в виртуалити. Что написано в словаре сатаны и кого Пушкин мог бы назвать «Айда сукин сын». Это виртуалити, мы вернулись и приглашаем вас в компанию трёх геймеров. Мы предложили парням сыграть в три игры, которые можно без труда найти. Они поиграли и готовы высказать своё мнение. Итак, знакомьтесь. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала «Лента.ру». Играет с 1996 года. Любимая игра «Анриэл». В играх больше всего ценит смерть и разрушение. Илья Мэдисон, народный обзорщик игр. Играет с 1996 года. Любимая игра «Фоллаут 2». В играх больше всего ценит трэш и угар. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра «Сайлент Хилл 2». В играх больше всего ценят кровь и страдания. Итак, первой в руки наших геймеров угодила стрелялка «Миротворец». Обложка завлекает игроков следующими громкими лозунгами. Реальная война 21 века без штампов и цензуры. А вот теперь слово геймерам. Я очень люблю шутеры, но это блядь, ебанец какой-то. Я не понимаю, как можно вообще в такое... Понятно, что ребята старались, но это же просто какая-то ебаная игра вообще. Я, конечно, понимаю желание наших разработчиков сделать русский Call of Duty, но вот в Call of Duty у них совсем не получилось. Но зато кал еще просто отборный. В игре «Миротворец» наибольшее впечатление производит лысый спецназовец, который почему-то моргает в разноборье. Я думаю, что он намекает нам. Дорогой игрок, а что ты здесь, собственно говоря, делаешь? Первый уровень похож на сортиру на ВВЦ, в который без пистолета и заходить-то в принципе страшно. Хотя за сортир на ВВЦ берут всего лишь 20 рублей, а за игру «Миротворец» — 250. То, что эта игра всё-таки дожила до релиза, характеризует сотрудников студии «Бурут» как людей выносливых и волевых. Но, к сожалению, этого маловато, чтобы заставить игрока эту игру купить. Игру «Миротворец» можно смело порекомендовать закостенелым фанатам шутеров и всем тем, кто не хочет пропустить ни одну игру из этого жанра. А всем остальным эту игру можно смело пропустить. Второй игрой, попавшей под раздачу, стала графическая новелла «Евгений Онегин». Обложка обещает следующее. Неожиданная интерпретация произведения Аз Пушкина, а также яркое, сочное графическое исполнение, не уступающее по качеству японским аналогам. Интересно, что скажут геймеры. Что такое «Евгений Онегин» как игра? Это так называемая графическая новелла. Жанр чрезвычайно популярен в Японии у японских разработчиков. Здравствуйте. Трудно сказать, кто обладает правами на название «Евгений Онегин». Наверняка какие-то родственники дальние или что-то вроде того. Но я на их месте больше бы дорожил таким светлым именем, потому что тогда бы разработчикам пришлось, издателям, назвать эту игру приключения статичных картинок, состоящих из гомиков и сисек. Добрый день, сударыня. Как ваши дела? Во-первых, я не люблю аниме. А во-вторых, мне гораздо больше по душе Лермонтов, поэтому я с нетерпением жду, когда эти талантливые разработчики сделают игру, например, «Унцири». Кстати, на диске в аннотации написано, что в игре есть зомби. Это, видимо, Ленский встает из могилы и мстит Евгению Онегиной. Игра «Онегин». Лучше прочитайте книжку. Выход? Где выход? Ну и напоследок мы выбрали шутер «Мод Морфея 2». Ее красочный диск зазывает. Эффектные динамические перестрелки и жестокие рукопашные схватки по зрелищности, не уступающие эпизодам из лучших голливудских боевиков. Что скажут геймеры? Можно только подивиться, как Activision умудряется выпускать каждый год одну и ту же игру и при этом зарабатывает огромные деньги. Она продается лучше, чем девки на Ленинградке и приносит прибыли, наверное, больше, чем отнял у своих создателей фильм «Обитаемый остров». То есть на эти деньги какая-нибудь страна Уганда может 20 лет жить вообще безбедно, заниматься своим людоедством, и все будут довольны. «Модерн Варфер 2» — это один сплошной спецэффект. Пролетает за несколько часов, оторваться от него невозможно. А самое яркое воспоминание, которое у вас после него останется, это, конечно же, книга-словарь сатаны. Замечательный синглплеер. Даже если не брать во внимание совершенно идиотскую историю и сюжету. Замечательный кооперативный режим. Но вот мультиплеер очень сильно страдает от лагов, детей и кейперов. Играть в это или нет — дело за вами. Ну а на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться с тремя очередными поделками. Также вы узнаете много нового про «Старкрафт 2» и еще кучу всего интересного. Зомби, мутанты и летающий кенгуру. Это только начало. Стэндбай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok